Мы столкнулись с классической российской проблемой, вежливо говоря. А это классическая российская проблема, отнюдь не дураки и дороги, люди как раз очень не глупые, а нежелание огорчить наверху стоявшего. И поэтому то, о чем говорили наши военкоры, безумная ложь снизу доверху. Друзья, всем привет. Сейчас расскажу вам, что происходит на Херсонском направлении. И как уже Соловьев, да, Соловьев, приспешник путинский, говорит, что Путин врет. Можете себе представить? И что они запоют завтра? Сейчас обо всем подробно. Вы подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы больше людей посмотрели видео. А также это помогает мне в монетизации канала, а все средства от монетизации моего канала идут, вы знаете, с Бройным Сылом Украины. Поэтому это ваш вклад, чтобы наше наступление продолжалось еще успешней. Хотя оно продолжается и так супер уже сейчас, потому что буквально за два дня мы освободили в Херсонской области 17 населенных пунктов. Друзья, 17. Это сообщают оккупанты. Реально цифра больше. Мы продвинулись очень серьезно с севера, то есть это правобережная часть Херсонской области. И вот север, со стороны Кривого Рога, мы их отжимаем к Херсону. И такие ключевые населенные пункты, как Давыдов Брод, Дудчаны. Просто вы можете на карте увидеть, насколько они важны, что мы их поджимаем к Береславу. Ну, а от Береслава до Херсона уже 70 километров. 70. То есть, с одной стороны наши, в Посад-Покровском, это буквально 30 километров от Херсона, с запада. А теперь еще и подходим к северу, к Херсону. В общем, зажимаем их со всех сторон. Мы перерезали их линии связи, и они там остались без связи, без коммуникации, как слепые котята там тычутся. В их соцсетях истерика и паника. И они рассказывают, что происходит беда полнейшая. Ну, и говорят о том, ну, их там вновь мобилизованы в страхе. Потому что все, чему их научили, это маршировать. А пока единственное, что они могут делать, это там руками копать себе окопы. У них даже не было второй линии обороны сформировано. И они сейчас активно копают себе окопы. У них осталось две вещи, которые они могут делать. Или звонить в СБУ, чтобы сдаться, или копать поглубже ямку. Ну, самые продвинутые одновременно делают и то, и то. В общем, вот так мобилизация путинская, прямо вот они сами себе копают, понимаете, своими руками эти ямы. Удивительно, конечно. Ну, и на этом фоне у пропаганды тоже паника. Они говорят, что падение Херсона, это, собственно говоря, падение России. Посмотрите. И вот тут, друзья, начинаются откровения, которых никто не ждал. Фактически Соловьев говорит, что Путин врет. Именно так. Потому что Соловьев выходит и говорит, что все врут. Все врут, это значит и Путин. Что все вокруг врут. И что в этом беда. Он фактически намекает на болезнь Путина. И что тот хочет слышать только хорошие новости. Поэтому все, чтобы выслужиться, только хорошие новости сообщают. Если надо, то и придумывают их. О плохих новостях даже речи быть не может. И так эта система приводит к тому, что Путин просто погружается в альтернативную реальность. В которой все хорошо. А в реальности все по-другому. И вытаскивают они на включение в их федеральные эфиры. Те, кто такую же чушь рассказывает, как вот этот Стримоусов. Чуть не плача, рассказывает, что в Херсоне все хорошо. А сам рыдает там уже стоит. Потому что, ну, он-то понимает, как там все хорошо. Он договорился до того, что сказал, что отступление – это всегда продвижение вперед. Ну, знаете, тут и не поспоришь. У них и самолеты отрицательно взлетают. И потопы – это водные проявления. То у них эффект линзы наступает. Ну, а крейсер «Москва» просто стал подлодкой. Ну, в общем, мы уже знаем этот их… Они свой язык такой даже уже придумали. Такой путинский бредовый язык с какими-то бредовыми словами. Ну, и вот включая только тех, кто вот такую чушь рассказывает. А в это время их армия бежит, и откреплением прийти не откуда. Потому что мы одновременно давим везде. И на Донбассе тоже. Ну, у них в такой ситуации делать нечего. Но приходится что-то придумывать. И поэтому более-менее какую-то правду у них могут сказать только сами военнослужащие своим родным, близким. Или военкоры. Они же сами там тоже сидят. Их, если они будут совсем врать, там же их рас***т, эти военные, к которым они приезжают. Поэтому там им приходится… Вот посмотрите, как они рассказывают, что вот «А удержим ли мы вообще Херсон?» Получится ли, когда мы тут за два дня потеряли 17 населенных пунктов? И вообще, что будет дальше? И что будет с этими их плановыми отступлениями? Так, знаете, на несколько десятков километров. Вот их планово отступили. Посмотрите на это. Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. Мы испытываем сейчас проблемы и на Лиманском направлении. 17 населенных пунктов. Прямо тревожно, и это вежливо выражаясь. Сам Херсон в опасности прямо сейчас. Как к происходящему относиться? Будет ли поздно, через две недели, три? Нет. Нет, нет. Мы столкнулись с классической российской проблемой, вежливо говоря. А это классическая российская проблема, отнюдь не дураки и дороги. Люди как раз очень не глупые, а нежелание огорчить наверху стоявшего. И поэтому то, о чем говорили наши военкоры, безумная ложь снизу доверху, которая привела к тому, что и количество воюющих оказалось совсем не таким, как планировалось, или по крайней мере для необходимых для планирования конкретных операций. И то, что у них есть, и то, что требуется. И сейчас мы все вот лоб в лоб столкнулись с этими реалиями. Возвращаясь обратно к этим всем контрнаступлениям, вы мне знаете, как некоторые говорят, заела пленка. Контрнаступление, я говорю, да все это, скажем, контрнаступление, которое, как показывает практика, заканчивается полным разгромом и летальным уничтожением всех, кто наступает. Поэтому паники никакой нет. В городе Херсония все стабильно, нормально, никуда никто не прорвался. Ну и знаете, самое интересное, я как-то сказал в одном из аферов, напомнил врагам, которые коверкают сегодня украинский язык, лишь бы не говоря по-русски. Запомните, враги, наш тактический прием. Когда мы отступаем, это значит, мы вперед идем. Здесь события идут, буквально несутся в голоб. Противник изо всех сил мобилизует, вернее, снимает с других направлений свои войска, бросает их на два направления. Это Северное в районе, Упенское в районе недавно занятого лимана и в районе Херсона. Пытается атаковать на юге. Причем сегодня российские войска, реально оценив свои возможности по удержанию Плазара на правом берегу Днепра, решили отойти, вернее, в течение двух дней отходили планово с Северо-Херсонской области. В общем, они сами уже понимают, что этот Франкенштейн, которого они создали, эта система российская, вранья, приписок, обмана, ну и воровства, понятное дело, уничтожит в итоге их самих. Вы думаете, они с этим что-то сделают? Ничего они не сделают. Никто не станет тем гонцом, который принесет Путину плохую весть. Уже проблема, в первую очередь, в самом Путине. И они, конечно, будут все вот это придумывать, говорить какие-то слова, на что-то намекать, но ничего не поменяется, и потому они обязательно проиграют. И знаете, здесь еще один хочу сделать вывод. Вот демократия — это сила, свобода — это сила. У нас многие говорят, знаете, сильная рука, вот эта модная тема, вот сильная рука. На самом деле сила в демократии, потому что, как мы видим, вот эта сильная рука, она может справиться с женщинами-демонстрантами, а Путин мог убить журналистов в России или оппозиционеров, это да, это его сильной руки хватает. А победить армию свободной Украины, свободного народа — все. Где же эта сила? На самом деле это выдуманная сила, этой силы нет. Поэтому сила, на самом деле, это демократия. Сила — это когда каждый человек знает, за что он сражается, как это сегодня в Украине. И поэтому, друзья, нам нужно ее беречь и развивать, и только в свободном мире наше будущее. И отстоять нам нужно не просто свою страну, но и нашу демократию и свободу. И она, знаете, все эти там кто-то жалуется, вот там скандалы, политики, политика. Смотрите, помните, сколько у нас было скандалов по поводу снабжения армии? В итоге у нас лучшие берцы в мире. В итоге у нас таки стало хорошим снабжение, потому что говорили правду, потому что работают медиа, потому что все это влияет. И мы будем продолжать быть авангардом свободного мира. Я возвращаюсь к конференции консервативной партии в Британии. Вчера встречался с премьер-министром Лиз Страс. Она поддерживает Украину. С многими там министрами странных дел Клеверли и многими депутатами. И поверьте, мы дальше вместе будем идти к нашей общей победе. Победе свободного мира. Конечно, победе нашей Украины. Друзья, держим строй. Поставьте лайки этому видео, чтобы как можно больше людей узнало, что происходит в Херсоне и почему Украина побеждает.